Далее в программе. Как выглядит шляпа под названием «Секс на голове»? В честь открывать лондонскую неделю моды выпала молодым британским дизайнерам шляп. Пять человек под руководством известного дизайнера Стивена Джонса подготовили специальную праздничную выставку. Мы пообщались с одним из этих перспективных дизайнеров. На наш взгляд, его работы – самые дерзкие и интересные на всей выставке. Пирс Аткинсон – потомственный дизайнер шляп. Он начал создавать свои коллекции сравнительно недавно – два года назад. Правда, в его творениях уже были замечены Кейт Бланшетт и Лили Аллен. Это моя новая коллекция, четвертая по счету. Вот эта шляпка, например. Она особенно эффектная. Этот головной убор сфотографировал известный фотограф Ник Найт специально для американского ворта. Его скомбинировали с кутюрным платьем от Джона Гальяна. И когда я впервые открыл журнал с этой фотографией, то, конечно же, был невероятно впечатлен. Вскоре мне позвонили из ВОК и сказали, что фотография украсит еще и рождественскую открытку ВОК. Это было так удивительно. Здесь вы видите более авангардные варианты. Вот этот головной убор. Любит пресса. Вон та часть коллекции пользуется популярностью среди байеров. Ее название – «Секс на голове». Моим вдохновением для ее создания стали плакаты 80-х, на которых изображена девушка с красной помадой на губах вместе с вишнями. Вот эта шляпка, по-моему, супер. Вы хотите ее примерить? Да, с удовольствием. Мне так страшно, ничего бы не рассыпалось. Она абсолютно прекрасна. Давайте я вам помогу. Как вы себя чувствуете в ней? Мне она очень нравится. Это моя любимая. Она выглядит на вас просто волшебно. Да, я очень люблю. Давайте попробуем еще какую-то. Это выглядит потрясающе. Она называется «Папарацци». Стекло должно быть опущено достаточно низко. Вы должны видеть себя в зеркале. Видите? А эта шляпа вдохновлена певицей Леди Кага. Да, ой, как красиво. Я ли это? Очень красиво вышло. Я хочу примерить эту. Но, если честно, мне немного страшновато. Они немного агрессивные. Я создал их, вдохновившись цинизмом эротики в рекламе. Например, когда посещаешь сайты в интернете, и тебе предлагают зайти на определенный сайт. Эти головные уборы для того, чтобы беречься от такого рода навязываний. Спасибо вам большое за интервью и за то, что разрешили примерить шляпки. Спасибо. Вы в них выглядели просто неотразимо. Желаю вам удачи.